Здравствуйте, друзья! Предлагаем познакомиться с книгами, которые стоит прочитать всем, кто интересуется рыцарской эпохой. Рыцари всегда олицетворяли собой благородство и смелость, служили прекрасным дамам. А что вы представляете, когда слышите слово «рыцарь»? Прекрасного принца в сияющих доспехах на боевом коне или мрачного косматого мужчину на тощей грустной лошади? Или, может быть, вы слышите, как поют трубы герольдов, вызывающих рыцарей на турнир, и видите, как на деревянных ложах замерли в ожидании прекрасные дамы? Ветер развивает знамена, нетерпеливо стучат копытами боевые скакуны. Вот-вот из своих шатров появятся рыцари, чтобы скрестить в поединке мечи. А когда зрители насладятся искусством доблестных воинов, победитель турнира провозгласит одну из прекрасных дам, королевы любви и красоты. Не правда ли, славные романтические времена? Сколько веков минуло с тех пор, как жили на свете рыцари, а до сих пор они волнуют наше воображение? Все интересно и суровые неприступные замки, и доспехи, закрывающие воины с головы до пят, и крестовые походы, и гербы. А раз интересно, предлагаем отправиться в рыцарский книжный поход. Слышите? Поют, зовя нас в эпоху средневековья трубы герольдов. Представить себе эпоху средних веков, которая ассоциируется с колоритной фигурой вооруженного рыцаря в доспехах, можно, прочитав книгу «Средние века. Архитектура. Обычаи рыцарства» Андреа Шаллера. В увлекательном путешествии по средневековью вас ждут удивительные приключения, потрясающие и невероятные открытия. Оказывается, тогда люди верили в драконов и единорогов, строили величественные крепости и соборы, путешествовали на кораблях и открывали новые земли. Интересная подача материала, объяснение сложных тем через игровые моменты и прекрасные иллюстрации помогут вам воочию представить мир, в котором жили рыцари. Хорошим подспорьем станет расположенный в конце книги словарь терминов и сложных слов. Для самых маленьких читателей издательство «Пешком в историю» выпустило замечательную книгу «Прятки с Тимкой и Тинкой. Средние века». Ее авторы – Татьяна Долматова и Александра Литвина. Главные герои – Тимка и Тинка, любопытные мышата, которые очень любят путешествовать. То они в гостях у фараонов в долине Нила, то в Древнем Риме, то спешат узнать, как жили дети в Древнем Новгороде. На этот раз они собираются в Средневековье и приглашают вас. Вместе с ними вы перенесетесь в эпоху, когда суровые викинги совершали морские походы, благородные рыцари сражались за прекрасных дам, трубадуры слагали песни о великих победах и сражениях. Бывайте в гостях у Карла Великого и на турнире. А еще на каждой странице книги спрятались разные жители эпохи Средневековья и исторические предметы. Постарайтесь их найти. Познакомившись в целом с эпохой Средневековья, предлагаем вам более детальное знакомство с книжными рыцарями из энциклопедической серии «Всё обо всём» Мария Лиза Лункинбайна. В томе «Рыцари» в доступной форме рассказывается об истории рыцарства. Здесь собраны интересные факты, кого и когда производили в рыцари, где они жили и чем питались, какие доспехи и виды оружия были у рыцарей, что такое рыцарские ордена и многое другое. Материал в книге располагается в виде вопросов, а для удобства пользования в конце есть алфавитно-предметный указатель. Прочитав книгу до конца, мальчишки и девчонки смогут проверить свои знания и ответить на вопросы картинки. Еще одна книга под названием «Рыцари» представляет собой полную историю европейского рыцарства от его зарождения до исчезновения. В этом издании можно найти информацию обо всех сферах жизни рыцарей – культуре, моде, быте, развлечениях, эволюции доспехов, оружия и осадочных машин. Также здесь освещена история рыцарских орденов, крестовых походов, представлены биографии знаменитых рыцарей разных времен. Книга проиллюстрирована фотографиями доспехов, оружия, украшений, исторических артефактов, а также картами и схемами походов и битв. Мы уже выяснили, что рыцари жили в эпоху средних веков, вели многочисленные войны, строили крепости и замки, которые хранят много тайных историй, долгих осад и рыцарских турниров. Многие средневековые замки и сегодня поражают своим великолепием. Замок был одновременно домом и крепостью и мог выдержать штурм и длительную осаду. Слово «замок» обозначало сообщество его обитателей, где у каждого были свои обязанности. Узнать историю строительства и обороны крепостей замков можно из книги «Замки. Жизнь в средневековой крепости». Это еще одна книга Андреа Шаллера. Вместе с ней вас ждет удивительное путешествие во времени. Листая страницы, вы сможете не только оказаться в замке или осажденной крепости, но и пройтись по их тайным ходам. У многих образ рыцаря ассоциируется с колоритной фигурой вооруженного человека в доспехах верхом на боевом коне. Доспехи и конская сбруя, особенно парадные, были настоящими произведениями искусства. От рыцаря требовалась физическая сила, иначе он просто не смог бы носить доспехи, которые весили до 60 килограмм. Полностью вооруженный рыцарь был буквально закован в латы. Но он вовсе не был неуклюж, как может показаться. Чтобы доспехи не стесняли свободу движений, оружейники скрепляли их шарнирами. Из чего состояли рыцарские доспехи? Чем отличалось боевое облачение от турнирного? Зачем рыцарю нужен был герм? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в книге «Доспехи и оружие» из серии «Все обо всем». В этой книге раскрывается не только история рыцарского оружия и доспехов, но и история старинного вооружения с древнейших времен. На уникальных фотографиях вы увидите доспехи гладиаторов, рыцарей и самураев. Рыцарская эпоха вдохновляла поэтов и писателей на создание художественных произведений. Хрестоматийными стали рыцарские образы, созданные Сервантесом, Марком Твеном, Вальтером Скоттом и другими писателями. В известном многим читателям романе Айвенго Вальтер Сход блестяще описал события XII века, когда вернувшийся из крестового похода рыцарь Айвенго отстаивал свою честь и завоевывал любовь прекрасной дамы. У автора есть еще один не менее знаменитый исторический роман в жанре плаща и шпаги Квентин Дорвард, созданный на основе подлинных мемуаров французского дипломата Филиппа де Камино и впервые опубликованный 200 лет назад. Это один из самых знаменитых исторических романов в мире. Сразу же после выхода в свет в 1823 году он был переведен на все основные европейские языки и стал мировым бестселлером. Середина XV века. Многолетнее противостояние между Бургундией и Францией достигло своей кульминации. Во главе Бургундии кумир и идеал рыцарей всей Европы Карл Смелый. На престоле Франции гениальный политик Людовик XI. Стремясь любой ценой ослабить противника, предельно неразборчивый в средствах французский король тайно подстрекает к восстанию вольные города и покорной купеческой Фландрии и предоставляет убежище бежавшей от нежеланного политического брака знатной бургундской красавицы Изабелли де Круа, планируя использовать ее в тонкой политической интриге. Но в циничную дворцовую игру неожиданно вмешивается чистый, наивно благородный, бесстрашный юноша, бедный мелкопоместный шотландский дворянин Квентин Торвард, поступивший на службу в гвардию шотландских наемников. Несмотря на то, что славу английскому писателю Конан Дойлю принес Шерлок Холмс, он неоднократно признавался, что именно «Белый отряд» – его любимое произведение. В основу сюжета романа лег реальный эпизод из истории феодальной Англии, когда в 1366 году, воспользовавшись затишьем в Столетней войне, добровольцы и наемники начали организовывать отряды по всей стране. «Белый отряд» – не только мастерское описание быта и нравов средневековой Англии, но и попытка возродить интерес к рыцарству, о котором к тому времени уже успели порядком позабыть. Первый опубликованный роман фантаста Сергея Лукьяненко «Рыцари сорока островов» – вариация на тему приключений попаданцев, в роли которых оказываются избранные подростки. Земные дети, переброшенные загадочным образом в другую реальность, попадают в средневековый мир сорока островов. Здесь бушуют штормы и бродят призраки, существуют странные ритуалы и жизнь течет по правилам, напоминающим детскую игру в войну. Казалось бы, мечта каждого подростка, но эта война продолжается изо дня в день и умирают в этих битвах на картонных мечах по-настоящему. Роман был номинирован на несколько престижных литературных премий и переведен на немецкий язык. Это далеко не все книги про рыцаря и средневековье, имеющиеся в нашей библиотеке. Приходите, выбирайте и смело путешествуйте по эпохе плаща, шпаги и прекрасных дам.